Тут уже лишь широко не хочется делать кэрри, потому что, чтобы он не нафармил, он будет стабильно получать урон от Варда Пугны и от Маноберна Никса Сайсина. Он все равно умрет. Да, он все равно умрет. Он как бы умрет и при этом не сможет дамажить. Но играть в БКБ надо. Но я на Блинк Пул не ставлю. Ну вот, как бы, да. Ты не ставишь на Блинк Пул? Я ставлю на пик, но не на этих исполнителей. Давайте смотреть. Они стабильно творят всякую дичь в своих играх. Не, ну я все равно, не, ну Винден Рейн, ну, хотя он Спектра... Не, Винден Рейн нормальные ребята, они хорошо играют. Дмитрий, ну ладно. Обсудим после. Конечно. Начинается первая карта. Винден Рейн против Блинк Пул. Комментируют Марталис и Элимисид. Всем привет, друзья. Действительно, очень интересно. Сейчас нас с вами ждет противостояние. Напоминаю, что команда под названием Винден Рейн. Это коллектив, в котором играет один южный кореец, соответственно, один канадец, два американца и один человек из Боснии, Герцеговины. В общем, друзья, играет этот коллектив все-таки в Европе, играет против команды Блинк Пул. Это очень интересно. Очень интересно. Пики и баны уже сделаны, вы их прекрасно видели. Как тебе вообще пик? Чей больше пик понравился? Пик понравился больше у Блинк Пул и ставлю на них, пожалуй, в самом начале. Мне нравится, что там есть чем выигрывать всех этих агрессивных магов и в Спектру не верю абсолютно. Действительно, смотрится неплохо. Спектра последним пиком мы обсуждали с тобой еще смотреть в то противостояние на третьем канале. Спектра — это не тот герой, который разбирается с иллюзиями Фантом Лансера. И действительно, с Фантом Лансером надо что-то делать. Она может не успеть просто. Может не успеть. Конечно, будет работать пассивная способность неплохо. Но будет хоть каким-то образом действительно весьма-весьма неплохо выживать и раскидывать урон по иллюзиям самую малость. Но это не то, что нужно было команде под названием Винден Рейн. На мой взгляд, хотелось все же хоть как-то разбираться с иллюзиями. Да, есть Бладсикер со Скаймагом. Да, есть Бладсикер с огромным количеством магического урона. Но не хватает. Мне кажется, они перемудрили в самом конце. Изначально плана брать спектру не было абсолютно. Были планы сыграть как-то в агрессию. Но вот этот Никс, вот этот Пугна помешал им очень серьезно. И они решили потерпеть. Да, друзья. Пока в игре стоит пауза, поэтому мы с вами еще немножечко поговорим. Ну вот по поводу команды Блинкпул. Как тебе вообще состав? Нравится? Я говорил уже, это игроки, которых все бросили просто. Такое чувство, они оказались ненужными никому. И они просто собрались так, как это обычно бывает перед Интом. Вы никому не нужны, вам срочно нужно пытаться проходить на Интернешнл. Вы собираете состав из того, что есть и пытаетесь. Если получается, хорошо. Если не получается, ну что ж, ждем следующий сезон и решафлы, и идем в другие команды уже по отдельности. Действительно, неплохо смотрится. Можно провести параллель с командой Эспадой из СНГ, которые заняли второе место на квалификациях. Если уж команда Блинкпул займет второе место, то вообще уже можно будет говорить о некоторой иронии судьбы. Тем не менее, команда ОУДЖИ все же фаворит этой квалы. И вот смотрели мы только что за их противостоянием на третьем канале. Все же слишком круто играет Анна. Очень хорошо, пока все получается у этого коллектива. Не проиграли ни единой карты на квалификациях к НТУ. И встречаться-то придется одному из коллективов, который победит в этой встрече. Именно с коллективом ОУДЖИ в финале винаров. Да, и ОУДЖИ в любом случае останутся фаворитами. В Бест-Оф-3 тем более. На дистанции они сильнее всех сейчас. И я хочу, чтобы вышли и ЕГЭ, и ОУДЖИ. И хочу увидеть противостояние Нутейла и Джерекса против СФО и Флая. Да, друзья, ни в коем случае не переживайте. Карта очень скоро наснется. Правда, вот сейчас мы с вами смотрим на прекрасного Морталиса. Отлично выглядишь. Спасибо. Ты тоже неплохо. Итак, мы продолжаем ждать. К сожалению, что можно сказать, что европейские квалификации получаются не такими, как лично я ожидал. Я ждал, что там интрига будет, и что ОУДЖИ проиграют хоть кому-то в группе, это раз. Что ОУДЖИ не будут показывать такие же результаты, это два. Что ОУДЖИ где-то посыпятся, дрогнут. И вообще мы не знали, чего ждать от Таны. Она возвращается, она отдохнул, она показывает какой-то невероятный уровень. Такое чувство, что он повзрослел просто за этот год. И эта пауза пошла ему на пользу 100%. Паузы довольно-таки зачастую идет игрокам на пользу. Там можно, в конце концов, спросить у того же самого Соло. Там поменьше паузы, порядок. Да, действительно. Честно, не скажу сейчас по какой причине. Пару месяцев он отсутствовал, а Анны не было год практически. Анна все же еще молодой. Насколько я помню, он школу еще недавно закончил. Или, возможно, даже сейчас прямо-таки и закончил. Вот сейчас вернулся в профессиональную Dota 2 сцену. Ну, вообще, очень рад за этого парня. Действительно, показывает очень крутую игру. До этого были к нему претензии. К команде OG мы уже обсуждали с тобой, что претензии, возможно, не особо-таки обоснованы. Проблема единственная Анны в том, что это был нестабильный игрок. Наверняка, с эмоциональной точки зрения, волновался. Да, с эмоциональной в первую очередь. Он абсолютно не был нестабильным по скилу. Ну, может быть, были какие-то моменты, но это все было как следствие от его именно каких-то проблем, там, так скажем, внутри, в голове у него конкретно. И вот сейчас он не показывает абсолютно ничего подобного. Какой-то хладнокровный убийца вернулся и сейчас показывает. Посложно у него все по полочкам. Да-да-да, абсолютно все четко делает. Каждый свой шаг продумывает. И это радует. Это действительно радует, потому что такой игрок нужен Dota-сцене. И я уверен, что OG, если выйдут на Инд, они не будут слабыми там. Может быть, они не займут там топовых мест. Может, мы их даже в восьмерке лучше не увидим. Но они точно будут отжимать карты. Мы не увидим, скорее всего, на Интернешнале ни одной команды, которая сыграет там со счетом 1.15, 1.16, как это сделали, например, HellRaisers в том году. И до этого было много команд в разные годы. Так что этот Инд обещает быть интересным с той точки зрения, что нет абсолютного аутсайдера, нет абсолютного, так скажем, дна, которое очень часто многие обозначали. Сейчас все будет более сбалансировано. И, как обычно я люблю говорить, если лидер проигрывает какому-то аутсайдеру, то он очень сильно теряет, так скажем, свои возможности пройти верхние, например, сетки или занять самые первые места, посев лучше получить. И здесь, когда мы не знаем, кто такие аутсайдеры, там будет такое мясо. Я уже жду августа и надеюсь, что следующий год нас порадует еще сильнее. Вообще, Дота прогрессирует, это действительно круто. Мы тоже все с большим ожиданием относимся также к игре команды Blinkpool против команды Wind & Rain. Хотелось бы поскорее уже начать, потому что, а что с игрой-то происходит? Видимо, все еще стоит пауза, видимо, есть какие-то проблемы с подключением. После Южной Америки я не боюсь ничего, потому что там были паузы по 40 минут. Мы тут сидели, развлекались, потому что действительно делать было нечего. Ты сидишь и смотришь, как они заходят, вылетают, заходят, вылетают. Это было постоянно на протяжении всех квал, и вообще они задержались аж на два дня. Но они были крутыми. Они были крутыми, потому что было... Во-первых, у нас был финал Best of 5, полноценные пять карт. И до последнего непонятно было, кто вдруг там победит. Итак, друзья, игра начинается. Мы наконец-таки видим с вами карту замечательную. Замечательная ТВРа и замечательный баннер Мегафона. Напоминаю, что самый быстрый мобильный интернет. Ну и просаживаются игроки по своим героям. Действительно, уже весьма неплохо начинают спамить своими репликами. Боже, как же все это громко сейчас у меня в ушах. Ладно. Мизери вместе с Кхезу уже отправляются на нижнюю линию. Здесь также недалеко абсолютно находится еще и ВР очка. Пугна пока стоит возле своего шрайна. И, видимо, будут пытаться блинк-пуловцы забирать два. Две баунтируны на нижней линии и один баунтос наверху. Вполне-таки может попытаться приходить фантом-ланцер. Ну, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. Средоточение персонажей пока внизу. И будем смотреть мы именно тут Ритсу на своей спектре. Пока подходит к баунтосу. Ну, знаешь, такое ощущение, что спектру пикнули для Ритсу исключительно по его инициативе, потому что любит он играть на данном героя. Это один из его, ну, можно сказать, сигнатурных персонажей. Хотя, в принципе, не особо я знаком именно с данным игроком в данный момент. Но до этого он на спектре исполнял очень-очень неплохо. Довольно искусственный игрок, стоит отметить. Мне кажется, в Wind&Rain это... Ну, вот в данный момент они набрали такой пик, который не хотели брать с самого начала. Когда ты берешь сикера вторым, ты не планируешь, что сикер у тебя, скорее всего, пойдет в сложную линию. Да, они туда ходят. Но ходят они туда, наверное, в 5% случаев максимум. И это то, что ты не хотел делать изначально. Это то, к чему ты не готовился. И это то, что может тебе действительно серьезно помешать. Сикер не сказать, что, может, плохо отстоит эту линию. Да, врыв игрок опытный. И, кстати, снизу можно очень здорово подловить Мизери. Мизери, дизейбл очередной. Пытается бежать, но Рицу быстрее и летят скиллы Скаймага. Это хороший ферзблат для Wind&Rain. Добивает все-таки вещдоктор этого персонажа. Действительно неплохое начало, пока Фарив стоит наверху. И ему довольно-таки неприятно, потому что стоит он здесь один. И надо бы стянуть суппорта, если вы хотите, чтобы бластикер у вас фармировал. Но пока стянулся Сакс и просто под Суньдентраном пробивает Фарива, что было мочи. Приходит Милан. И теперь линия смотрится очень и очень круто. А теперь непонятно, кто кого будет пробивать. Потому что Сакс это получает много урона от Милана. Это нормально. А Фарева прогнать просто сложно. У него есть свой реген. Он всегда будет хилиться. Главное не умирать вот так на линии. Больно ведь. Очень много демеджа. Очень много демеджа. И также еще от Милана. Можно сейчас накинуть Бладрейдж на Милана. Оба могут погибнуть. Кэрри на самом деле здесь. Ай-яй-яй-яй, как же Мансит Фарев. Пока абсолютно спокойно справляется с тем, чтобы выживать в этой ситуации. Но Бладрейдж еще не накинул на свою демайта. Можно даже ввязать здесь. Шейкл какой-то придумать. А, Мадара. Мадара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Милан умрет. Милан умрет. Даже переместиться по линии. Потому что, ну, вот против такой серьезной даблы стоять весьма-весьма неприятно. Хотя внизу тоже, в принципе, Никс Ассасин. Там же находится и Магнус. Ну, и Ритсу все же вроде как отфармливается. Да, самое главное разгонять спектру. В этой ситуации команде Wind&Rain. Как-никак, Бладсикерт может и потом лес попармить, да, куда-то застянуться. И все же вынести золото на этой карте. Там, в конце концов, просто собираться через Юл и помогать своей команде Раптурой. Но посмотрим, что из этого всего выйдет. Вообще, Юл мне очень нравится. И я думаю, что именно такую-то сборку и предпочтет Бладсикер в этой игре. Успех Wind&Rain на этой карте напрямую зависит от того, как они будут проводить early game. Потому что спектра славится тем, что это герой, который фармит, ну, чуть ли не медленнее всех. Среди основных кэрри она не способна там рано уйти в лес. У нее нет никаких скиллов для этого. И за счет этого, блин, пул вполне могут оторваться. Сейчас главное не потерять Пээла, который много урона получил. Сикера, конечно, Сикера, конечно, Пээл за ним бежит. А вот Сакс потеряет. А вот Сакс потеряет Милан. Теперь Копье. А теперь неплохо было бы не потерять Пээла, на самом деле. Потому что Милан вместе с фарелом действительно могут его очень серьезно пробить. Но пока Бладрэйш не накидывает на своего тиммейта Бладсикер. Мизери внизу с Кезу вроде как пытаются каким-то образом мешать команде Винден Рейн. И у них это даже довольно-таки неплохо получается. Действительно, Пэлт отправляется в таверну на верхней линии. Пока выигрывают свой лейн ребята из Винден Рейн. Все же забирают вражеского кора. Это стоит по полу. Кезу за счет того, что будет у него Эмпауэр, может побольше крипов добивать, чем Спектр. И пока именно так происходит. Гонять Спектру тут не сказать, что много чем. У Никса скиллы наносят урона мало. Все-таки Никс милишник и Вичдоктор самого будет звонить. Но перефармливать Магнус вполне в состоянии. Это, пожалуй, даже важнее, чем лишать какой-то экспы Спектру. Она ее в любом случае рано или поздно вынесет. А вот на меди, как мы видим, Пугна имеет чуть побольше в данный момент крипов. Но это только начало. И Пугна с лишраком тоже на равных постоят. Все-таки нападают на Ридзу. Продолжение будет какое-то? Ну, нет. Убивать тяжело. Прогнали. Хорошо. Разведут на реген. Это тоже огромный плюс. Главное, что Магнус стоит. Получает, на самом деле, золото с этого лейна. Понятное дело, Никс Ассасин крипов не бьет. Но пытается разминать Ридзу. В это время наверху очередной раз пытается флорить вместе с Миланом пробить Мадаро. Мадаро видит все на допеле. Аркейн Болл не попадает. Блад Рейдж также есть еще и по Скайу. Скайн сразу же начинает пробивать. Очень много. Там же залетает футбластер. И Фаул Пелл все же умирает. Милан пока живет Сакс. Сможет ли добить его своим последним повершотом. Но вообще маловероятно получает Блад Рейдж Сакс. Но, по-моему, уже Аркейн Болл долетел к тому моменту. Поэтому сейчас рискует самый малостат хилить своего оппонента Сикер. Но нет, этого пока не происходит. Залетает еще и Конкассив Шот. Очень сильно уж хотят забрать Саксу. Но как бы не переагрессировать здесь ребятам из Минда Дрейн. В это время на внизу есть проблемы у Кьезу. Кьезу увозит своего оппонента подальше. Но проблема-то в том, что он под Малегитом был все это время. И очень немало дембажа с него получил. Кьезу пока живет, но должен догорать по-хорошему. Нет, Кьезу выживает! Как же мало там хитпоинтов-то у него осталось. Буквально 30 хп и просто отхиливается Стангус. Телепорту перекладывать уже пора начать. Если собирается выживать, он здесь. Вместо того, что он будет через 5 секунд. Да вместо чего угодно. А он идет просто от вышки. Ну ладно, так решил сделать. Возможно, там были варианты выжить, но решил, что таким образом времени меньше потратит. А если бы не выжил и потратил телепорту, на линию бы вернуться не сумел. Там бы был кулдаун, но сейчас спокойно прилетит. ДПЛ снова нападает. Хороший шейкл. Пауэршот при этом на минимум. Ну вообще дембажа не нанес. Не нанес, да. Ну там рейндропы. Рейндропы работают, и это хорошо. В это время проблема уграйла на металлинии. Пробили его весьма неплохо. Приходит, правда, Китрак. Откидывается своим или диктом. И Мизери по-хорошему тоже должен покорить, если у него нету стиков. По-моему, он стик уже прожимал, поэтому Мизери все же минус. Ну, все же сложно уходить от всех доктора. У него имеет каски. Если вдруг что, если ты остановишься, начнешь кастовать телепорт или что-то подобное делать, то получишь просто лицо Стангус. Останешься на месте, а также еще и свиток потратишь. Может быть, третьи попытки убьют Форева наконец-то. Да, получается это сделать. И Милана также убьют. Он без маны остается. Мадара здесь выживет 100%. Хороший ответ. Это даблкил для Мадары, что самое важное. Блинкпул сильно отставали по фрагам. Сейчас ситуацию несколько выровняли. Но зато у них по крипстатам дела шли получше практически на всех линиях. Магнус не сильно отстал. Используют ребята Шрайн. Сейчас разбегутся обратно. Ну и в миде пора мешать пешагу снова. Да, Магнус действительно остается всего лишь от Форева на 200 голды. И учитывая, что Магнусу нужно намного меньше золота для того, чтобы себя реализовывать, это весьма и весьма неплохой результат для команды под названием Линкпул. Ну, первые четыре Нетворста более-менее разделили поровну ребята из обеих команд. Проблемы могут быть у ПЛА. Очередной раз не попадает под Бладрайт. Неплохой подкоп также есть. Еще Админзери попытается пробивать Милана. Милан действительно отправляется в таверну Мадара. Идет дальше. Но Форев все же довольно-таки бронированный герой. И под тавр за ним дайвить не стоит. Что ж, пока шесть четыре. Игра очень ровная. Преимущество меньше одной тысячи за командой. Винден Рейнблдер, что теперь за Блинкпул. В общем, график в нуле. В нуле полнейшем. Только что буквально эту черту пересекли. В это время Кейсер приносит себе арканы. Имеется у него два нуля талисмана. Статовый довольно-таки пугно. И, по-моему, Кейсер очень любит в последнее время два нуля талисмана собирать. На Тинкере, на самом... Маледикт получилось повесить кит-траку. Ну и Сайленс здесь вообще не тот путь выбрал изначально Кейсер здесь. Шейкл плохой, не связывает двух героев. Теперь Мизери также может пострадать. Молния есть. И поздно Карапаса Мизери включает. Станом не попадают по нему. Уходит таки. Но был близок к смерти. Он попал импейлом по троим персонажам. Это как раз-таки позволило ему выжить. Сейчас будет отпеваться от шрайна. И, возможно, даже лететь на верхнюю линию, где остался Бластикер. И Бластикер очередной раз пытается харасить. Все будет меняться в этой игре после появления Блинк Даггера у Магнуса. И стоит напомнить, опять же, что все-таки Пейл... Да, он сейчас плохо стоит линию. Да, у него там есть проблемы. Хотя и ту же самую Спектру. Он обгоняет поворот не туда. От Мизери. Отправляется он в таверну. Непонятно, что хотел там сделать. Но, видимо, ставил Варда. Топный твор сейчас у Пугна. И Пугна свою линию по большому счету выигрывает. Хоть и не сильно. И мне интересно, каким образом Линкл планирует мидгейм свой строить. Мы понимаем силу Спектры. Мы понимаем, что у Винден Дрейн также довольно неплохие. Герои в ранней, да и средней игре тоже. И вот каким-то образом нужно и их побеждать, и Спектре фармить не давать. Фареев, выход в это время есть. Например, вот так. Можно от Минуса также еще и своим первым скиллом Пугня. Но Пугну просто держит в дизейбле. Есть по ней Маледикт. И будет умирать 100% Кейсер. Ну и далее. Фареев все же получает. Пурушотом краешком Саксиев задел. Но он умирает. Ну Пугну нельзя так просто терять. Насколько же большой объем работы этот Вич Доктор делает. Казалось бы, две способности дал. Но постоянно это позволяет фраге зарабатывать. 30 сейчас гонит Кезу. У того шестой уровень есть. Как это обычно принято, не качается ультимейт сразу на шестом. Берется чуть позже. Ну и блинк нужно выфармливать, естественно. В первую очередь Магнус. Он вполне может РП реализовать и без него. Но с блинком ведь лучше будет, правда? Да. С блинком будет однозначно самую малость получше. Окей. Фареев начинает пробивать Мадару. Есть также еще и Маледикт. Разлетались касочки. Мадара прожимает стики. Но все равно очень много дамажа с Маледикта получается. Такими тэпами действительно рискуют отъехать. Это минус Мадара. Мадара умирает уже какой раз? Пожалуйста, нам покажите. По-моему, четвертый даже. Или третий? Третий раз все же Фантом Лансер. А Сакса в это время имеет стики. Есть у него там еще ботинок. В принципе, делает себе сразу же Мэль Штром. Ну, дефолтная сборка на ВР-ке. Пока ничего нового нам не показывает. А вот Пугна будет делать себе Эзерленд. Так. Есть в это время ультимейт Аспектры. Сритсу стягивается наверх. Будет пытаться выбирать Саксу. Аншетсилл взлетел до того момента, как взлетел. Первый скилл от Милана. Но все же получается выбирать ВР-ку. И теперь-то можно еще и попытаться подпушить эту линию. Правда, крипы подходят только вот сейчас. И по таврам некоторые из них умрут. Тем не менее, все же демеджа должно быть достаточно. Удоманды Винден Дрейн. Хотя бы для того, чтобы достаточно серьезно ее просадить. Винден Дрейн очень грамотно играют в начале. Крайне агрессивно. Стараются постоянно драки навязывать. И вот снова Китрак. Китрак, конечно, MVP первых десяти минут. Его слишком много. Правда, сейчас не попадает Маледикта. Может быть, попробовать ему как-то отомстить за это. Нет. Не пойдут в атаку сами Блингпул. Но им нужно, нужно что-то в этом плане делать. У них все-таки пугно. А к вышкам они, как я вижу, не приближаются. Вот только сейчас снизу там пытаются ковырять. И, возможно, даже снесут, снесли. Да, снесли уже, прошу прощения. Размен пока по вышкам один в один. Все остальное стоит. Блингпул пока ровным счетом не атакует. Исключительно играют от защиты. Им постоянно навязывают файты. И они как-то не всегда надежно в них входят. И из-за этого Пейл много раз погиб. Из-за этого Пейл проигрывает. Спектре чего быть, конечно, не должно сейчас. Ну и Магнуса пока мы в игре так же не видели. Ну и есть запас прочности. Фантом Лансер будет получать Эмпауэр от Кезу. И действительно все же довольно сильно бустит свою скорость фарма. Так что переживать за фарм от Фантом Лансера пока рано. Но Спектра действительно набирает пока преимущество. И если сделает быстрый Радианс, это против Пейла смотрится очень и очень хорошо. Пока Блингпул действительно не получается ставить. Но все же довольно-таки рано не появились ключевые артефакты на карт-персонажах. Нужен Кезу Блинг. Нужен, опять же, Фантом Лансеру Дефюжил Блейд. Ну и тут Миловым встречается с одним из персонажей оппонента. В идеале принять сейчас Ритсу. У того нет ульта. Это шанс. Он просто заходит в рейс. Сейчас у Магнуса есть рпшка, но пока просто не было возможности дать. Сейчас будет окружать спину, кстати, Виндендрейн. А кто кому окружает? Ой, какой хороший шейкал. Ну продолжение бы какое-то туда. И сама Виндрейнджер может пострадать. Шок ваев есть. Но урона не хватает. Последние тычки больше здесь оказывается героев Виндендрейн. И Блингпул нужно отсюда отступать. Что они делают? И два героя параллельно. На Кхезу. Кхезу просто делают ассутилипорт. Бить его нечем. Так что просто-напросто потратил Бластикер сейчас пустую свою ультимативную. Ладно. 12 на 5. Преимущество по золоту пока нет ни за теми, ни за другими. Там всего лишь одна тысяча имеется за командой Виндендрейн. Тем не менее, это абсолютно ни о чем нам не говорит. Говорит только лишь о том, что они чуточку получше отцели линия. А в целом и полном команда Блингпул особо-таки не отстает. До сих пор в этой игре все непонятно. Команды, на мой взгляд, более-менее равного уровня. И Милан. Милан получает копье. Есть также еще и подкоп от Мизери. Очень немало дэмэджов прилетает еще и от иллюзий. Приходят с Пиктра. Будут пытаться, возможно, слепить даже еще и забирать Мадаро. Мадаро получает анжен силу. Очень немало магического дэмэджа. Есть еще Мистик Флэр. Это все же минус Фантом Лайтер. Также будут забирать и Мизери. Но пока Виндендрейн за последнее время, за последние свои действия действительно получили очень щедрую награду. Последние, по-моему, три файта вообще, которые произошли. Выиграли Виндендрейн. Там парочку персонажей неплохо стянулись вниз. Сейчас там все же довольно-таки далеко зашли. Блинкпул и на Шрайн можно было сделать илипорт команды Виндендрейн. Ну и все это приводит к тому, что преимущество пока не особо растет. Тем не менее, оно остается за командой Виндендрейн. Мы не забываем, что там Спектра по-прежнему есть. Очень игрокимное, кстати. Это время вообще непонятно, кому на руку больше играет. Потому что, с одной стороны, это ПЛ плюс Магнус геймчейнджер. С другой стороны, это Спектра. Да, но вот сейчас ее попытаются убить. И может получиться. Сприцу. Нет. В этот раз не уходит. Ну, хватит ему уже уходить. Пора бы и погибнуть пару раз. Есть смерть. И шестой всего лишь враг. 20 убийств у нас есть. Это вот 14 из них сделали именно ребята из Виндендрейна. Ну, у Виндендрейна все стабильно. Каждую минуту по одному убийству получается в итоге. Пока да. Довольно неплохой перформанс от парней. Но я бы сказал, что мне больше нравится в лейте пик команды Блинкпул. У них все же побольше контроля на драку. Имеется тот же самый Магнус, который может ворваться. И что Спектру, что Бластикера там вместе с какими-нибудь Лешаком в РПшку завести. И могут начинаться проблемы у команды Виндендрейн. На мой взгляд, они действительно будут послабее самой малости в лейте. Поэтому надо давить сейчас. И Спектра это прекрасно понимает. Поэтому играет реально агрессивно. Постоянно в кулдауны использует свой хаунд. И пытается реализовать Виндендрейн все это дело. Умеет играться Спектрой все же. Я предполагаю, появлялся уже до этого в их пике. Потому что смотрится все, как будто бы они всю жизнь с этой Спектрой отыгрывают. Блинкпул пока, хоть и ведут совсем немного. Ничего толком на карте территориально не делают глобального. Вышки забирают редко. Пейл фармит. Тут все очевидно. И пора бы уже, наверное, что-то придумывать. Я очень жду, по крайней мере, врывов от Магнуса. И он наконец-то берет свой блинк. И вот это уже интересно. И сразу четыре героя отправляются на нижнюю линию. Как мы видим, только Виндрейнджер пока от них отстоят. На Виндрейнджер там саппорт. Даже Бейл здесь. Вот любопытно, будут ли... Поведутся ли как-то Виндрейн на подобный мув. Либо же Блинкпул сами откажутся от этого. Пока между Мидом и нижней линией где-то расположились. Пошли на поиски. Могут найти Сикера, который в лесу. И Никс должен давать уже потихонечку информацию. Но он не в ту сторону бежит. Как же так? Неудачно получилось. Могли бы Сикера ловить. Сверни Мизери в другую сторону. Но значит будут ловить Вич Доктора, который уже очень сильно им надоел. И Вич Доктор действительно погибает. Выход, конечно, за не самой вкусной целью получился. Но он получился. В это время Брайл уже вовсю пушит Тир-2 Тавер. Здесь используется Глев Патрификейшн. Но и хоть каким-то образом надо было бы Брайл отогнать. Отсюда сразу есть два телепорта. Сакса пытается подцепить. Просветил Поваршотом. Прекрасно понимает, где находится сейчас Лишак. Есть Шейкл. Шейкл надолго не связывает. Но есть Кезу. Кезу спеет ли хоть каким-то образом добраться до этого персонажа. Скорее всего, нет правил делать телепорт. Забежав в леса предварительно. Милан тоже отсюда отходит. Убийства не совершат. Блинк Пул. Тем не менее, за последние эпизоды они получили 2000 преимуществ по золоту. Там продолжает фармить ПЛ. И ПЛ фармит весьма-весьма хорошо. За счет Эмпавера, который на него накидывает Магнус. Ну и вот Магнус только сейчаснулся наверх. Поэтому Эмпавер потихонечку заканчивается. На тот милан, кстати. Ну это то, для чего берется в том числе Магнус. Помочь своему милишному кэрри фармить быстрее. Фантом Лансер за счет этого вот сейчас поравнялся с Пиктрой. И вполне может оторваться от нее. Особенно если Блинк Пул не будут в большом количестве погибать. Особенно если сами сумеют какие-то фраги делать. Вот они снова пошли на охоту. И могут встретиться с ответным смоком. Так, судя по всему, и получится. ПЛ желательно здесь не потерять. Хороший РП какое по троим Кезу. Но урона туда не приходится никакого. Не зря. Не зря нужно дать хороший импл. Прямо сейчас Китрак все же отправляется в таверну. Очень больно также еще и Кезу. Драка разделилась на два фронта. В одном забирает пугну. С другой стороны умирает еще и Вичдоктор. Кезу все же отправляется в таверну. Ну невозможно пробить этого толстенного героя. Фареф пытается убежать. Получает все же павершот в итоге. Команда Блинк Пул имеет преимущество с данной драки. Два в четыре они разменялись. И это плюс 200 голды всего лишь. Как-то прям очень мало золота они получили. Имелось у них до этого преимущество. Ну и у всех игроков команды Виндорейн я заметил сейчас апнутые стики. Действительно это правильно. Магнус молодец. Магнус начал эту драку потрясающе. И там задоджил ПЛ все, что в него полетело. Но после этого РП урона, к сожалению, туда не пришлось. Поэтому Блинк Пул не сумели очень быстро там двух-трех героев убить. Из-за чего в принципе потеряли хоть каких-то своих. Ну и самое главное мы видели, что Спектра все это время бегала. Спектру в РП поймать не получилось. Ее там даже близко не было. И вот что делать, когда она будет с Рейденсом бегать, вырезать условную Виндрейнджер, условного Никса, Пугну. Это большой вопрос. Но если Магнус будет прыгать так же хорошо, как он сделал это сейчас, то все шансы у Блинк Пул в лейте будут. На мой взгляд, будут шансы так же и у Виндендрейн. Когда Спектра соберет Радик, все станет прям таки намного лучше. Ибо, ну, Спектра, представляем, она ультует. Проседают очень сильно все игроки команды Блинк Пул по ОХП. И Блодсикер бегает там с просто невероятным успитом. Действительно может нанести огромное количество урона. В этом плане пик команды Виндендрейн действительно очень и очень крут. Но ключевой артефакт, это Рейденс, должен появиться как можно скорее. Пока Сикер имеет только лишь Блэйд Мэйл на этот момент. Мы его обвинять не будем, потому что это номинально оффлейнер. И у него нет рядом Магнуса, который позволит ему импауэр получить и фармить быстрее. Поэтому Сикер, он здесь скорее больше похож на какого-то саппорта, я не знаю, либо инициатора. Но никак не на кор-героя. Конечно, тут кор-героем является исключительно Спектра. Ну или Шрак там будет ей всеми силами помогать. 2000-й перевес Блингпул по-прежнему. Форстаф не за горами у Магнуса. У Пээла там тоже все хорошо с экономикой. Мы видим, он занял все-таки первую строчку. И потихонечку эту первую строчку начинает удерживать. Есть также Худ, чтобы пожить подольше. И мы видим, что дальше неужели Тараску сразу же возьмет. Что-то промежуточное, судя по всему, брать не хочет. Ну, Пэл, который будет жить долго с Тараской, это Пэл, который будет вырезать. И двух саппортов, и с Лиш Раком, я думаю, он тоже что-то придумает. Да и с Сикером тем более. Разве что Спектрон не сумеет пробивать быстро, потому что с одними диффузами у тебя урона не будет в большом количестве. Проблема в том, что если инициировать будут Вайнад Рейн, просто действительно очень мало шансов в команду Блингпул для того, чтобы отбиться. Тут и Магнус все же не самый такой хороший персонаж при инициации от Спектры. Во-первых, взбивается Блинг, ты не можешь нормально ворваться с РПшкой. Во-вторых, я уверен, что Вайнад Рейн будут соблюдать позиционку, и в этой ситуации умирать не должны. Сакса подставляется, все же должны его сейчас забрать очень удачно. Он подошел к Рипам, в итоге каски отлетели от него и вернулись обратно. Что ж, 21-го минуты игры, счет 17-11, Блингпул пока лидирует 2000 по золоту. А что там на Спектре? Ну, там Рэдианс не за горами. Берется талант на кулдаун Спектрал Даггера, есть он уже, да. Дальше Яша, дальше Блэйд Мэйл, тут тоже все довольно дефолтно. Билд уже придуман на Спектру, и, как правило, многие игроки его придерживаются. Очень редко Рэдианс не собирают, не собирают, как правило, когда дела прям совсем плохи, когда, не напоминай, это вчерашняя история, если ты помнишь, была такая карта в Южной Америке, когда Спектрат тоже там старт получил ужасный. Кто-то даже помнит, на что я забился, но это было давно и неправда, но, может быть, чуть попозже. Я думаю, там уже с десяток клипов наделали вчера среди зрителей, которые нас смотрели. Ну, а сейчас мы продолжаем смотреть нашу карту, и как-то игра подуспокоилась. Большого количества фрагов не было. Вот Windranger загуляла в чужом лесу, ее за это наказали, и на этом пока все. Ну, вот ты рассуждал довольно-таки долго по поводу Лешака, по поводу того, что Пелл, в принципе, его разносит, но на самом-то деле очень много там же будет по лизинам залетать. Там буквально два тика ультимейта и почти минус я иллюзии. Пелл уже славноват, на мой взгляд. Но посмотрим, что произойдет дальше. Дабл дамаж забирает себе Рицу. Идет фармитен, что потихоньку. Ой, как красиво. Как красиво показывают доку с другой стороны. Ну, правда, спектрой не особо видно. Но спектрой через деревья бегает, поэтому действительно там это не особо проработано. Было бы классно, если бы еще деревья, я не знаю, не раздвигались между спектрой или что-то еще. Но пока до этого технологии не дошли, только лишь способны комментаторов это там показывать. В Dota 8 мы увидим, я думаю, что-то подобное. Так, там в миде. В миде у нас SkyMax. И бежит он за Никсом и улетанул в него. И Никс Карапасов все-таки нажал. Мизери молодец, а мог погибнуть. Это совсем бы было неприятно. Умирать в соло от SkyMaga без какой-то фиксации. Милон там действительно весь свой дэмэдж возможный выдал хорошо. Подтягивается также Лешак на центральную линию. Где? Где SkyMax без маны остается? Наверное, нужно уходить ему на базу потихонечку. Действительно, давно ничего не происходит. Рошан по-прежнему жив-здоров. Три тысячи перевес становится. Блинк Пул. Пейл фармит побыстрее. И за счет этого команда впереди. Но... Винден Дрейн пока жаловаться не стоит. У них все так же нормально. Они верят в свою спектру. Они верят, что спектра посильнее будет, чем потом ланцин в лейте. Ну что ж, посмотрим, насколько они правы. Но пока Пулу действительно приходится вот игре собирать себе ходу в Дефайнс, потому что, ну, много магии. Слишком много магии у команды Винден Рейн, я бы даже так сказал. И Бладсикер, в принципе, тоже эту магию довольно серьезно усиливает. Если сейчас тот же самый Скаймаг может не убить какого-то Магнуса за один ультимейт, то после появления в 12 уровня со вторым уже уровнем ультимейта он весьма и весьма серьезно пробустится. И вот пошел он уже бустится, там РП, можно вдвоих давать, дает только в Сикера, утягивает его к своей команде, успеет ли его быстро забрать, Фореф, нет. И работает Радик, работает Радик. Смотрим на Бладсикера, он бегает с огромным мувспитом Мизери. Неплохой подкоп, залетает по двоим. И все, все, просто убегает ребятам из команды Блинкпул. Будет ли погоня за Мизери, за Мизери. Погони нет. Ну, слишком, слишком, действительно больно команде Блинкпул. Кезу не смог, во-первых, взять двух героев, получил там Мальдикт и Каски от мечту. Взял бы двоих, может быть, что-то и вышло. Ну и самое главное, не хватило урона даже по такому Сикеру. До того даже, как он включал Блэйдмейл, то есть бояться-то его нечего было. Полторы тысячи каких-то ХП несчастных, но Блинкпул не успели. Это, по-моему, пугно. Пайбек. Ой-ой-ой, после пайбека умирает еще и. Здорово. Достиска Версмага с Акса. Ну вот появился, называется Атоспу Милана. Так начинается эта история. Знаете, похоже на начало какого-то анекдота. И теперь никакие ни Аксы не нужны, ни Бестмастера. Он теперь сам находит, Виндрейнджер убивает. Заходит, короче, ковбой в бар. Я ждал дальше продолжение какое-то, если честно. Я думал, ты сейчас полную историю нам расскажешь. Ну, увы. Надо опять с тобой на что-то поспорить во время эфира, чтобы ты потом анекдот на следующей карте какой-нибудь действительно рассказал. 20 на 11. Я не шутник. Нет? Это так не работает. У нас вон в аналитике большое количество шутников хороших. Вот эти парни вам зальют. На аналитику мы приключимся, конечно, после этой игры. Но пока игра продолжается. 20 на 11 разделились у нас убийства по карте. И команда Винден Дрейн уже довольно-таки скоро может начать лидировать. Все же пока против Радика Спектры и комбинации с Бластикером не нашли ничего. Блинк Плута вообще, ну... Я, честно говоря, не знаю, чем это контрить. Сейчас пока цепляет Миллана. Есть также еще и по нему Сален. Поднимает Вьюл и Кейсер. Хорошо, как РП дал и притягивает прямо к Кейсеру. Они моментально двоих убивают. А дальше будут пытаться. Ритсу пришел, у него Блэйд Мэйл. Ритсу жжет, Ритсу жжет. Неплохо заработает. Да его тоже там Мадара жжет неплохо. И Мадара дальше будет продолжать. Пойдет избивать форево. Прямо под Т2. Нет, не догонит. Слишком быстро тот передвигается. Тогда бить Вич Доктора, который там спрятался. И полный Десвард поставил. И выигрывает Драку Блинкфул. И дальше она продолжается. Не получилось привязать. Брайл. Есть также еще Фокус Фаер. Пытается Верк дальше идти. Но все же прям под тавер давить здесь действительно не стоит. Что ж, разменялись. Вроде как Блинкфул сейчас в свою пользу. Да, убивают, конечно же, Скаймага. Скаймаг Байбекает. Там вот этот момент тоже стоит отметить. И сделали минус 4. В конечном итоге. Плюс Байбек вывели из Скайя. 3000 преимущество получается за командой Блинкфул. Пока они на коне. Матара Старас. Матару пробивать, конечно, очень и очень сложно. Убить его сложно. Тут вопросов никаких. А ведь это у него еще нет ничего. По факту. Из айтемов на урон. Есть Дефишл Блейд. И по сути все. Дальше он будет покупать себе Монтостайл. Дальше он будет покупать себе еще что-то. Может какая-то бабочка появится рано или поздно. И вот тогда не позавидуешь там многим товарищам. Тогда посмотрим, как Спектра будет жить в подобных ситуациях. И ПЛ действительно отрывается. Как же работает Эмпауэр. Настолько же он помогает быстрее уходить в отрыв в Спектре. Так. Матара идет. За правилом Брайд. Прожимает ДКБ. Пытается хоть каким-то образом пробить Матару. Матара получил очень много урона. И остается всего лишь один. Брошило вообще. Да. Отпустили. Отпустили. Прости и отпусти, как говорится, этого футболанзера. Ну что ж, посмотрим. Пока команда Wind & Rain самую малость проседает. Но тут... Блин, мне очень нравится задумка Wind & Rain. И я буду верить в этих ребят. По пику прямо сейчас осознал. Осознал всю силу этого набора героев. Но мы с вами ждем. Ждем продолжения. Возможно, ПЛ все же окажется слишком толстым для них персонажей. И пробить его окажется сложновато. Тем не менее, что там в Блоттикрах? Это вот посмотреть. Мизери в это время цепляет лицу. И лицу нельзя обирать. Мизери. Мизери. Пока деревопольник вдоль насилия поседает. Есть в это время комбинация от того же самого Зверсмака. Получается забирать по-быстрому в рачку. Кейсер. Все еще здесь. РПшка неплохая. Повезли по 3-2 тавер. По троим. Есть также еще и пласт. Байбэкается. Никс Астасин. Никс идет до конца. Хезу просто лучший. Что он сейчас сотворил? Он выиграл... Фулл 5-мен-тим-вайп от команды под названием Blink Pool. Отлично сыграно. Конечно, байбэк потеряли ребята из Blink Pool на Никс Астасине. Но он откупился. Откупился очень хорошо. 962 единицы золота заработал Хезу. Ты посмотри. На самом деле, то, что байбэк потратили на Никсе, это вообще то, на что можно глаза закрыть в Blink Pool. Это абсолютно нормально. И учитывая, что они получили после этой драки, тут, понятное дело, можно сказать, что лучше. И Мадары. Это все ведь было без Мадары. Мадару убили гораздо раньше. Они выиграли драку без Пантом Лансера. То есть Бейл не бил под Эмпауэром в РП. Он отсутствовал. И вот сейчас преимущество еще возрастает. И начинает отрываться он еще сильнее. И Магнус там действительно показывает хорошую игру. Я уже начинаю забывать тот не самый удачный ультимейт на миде, когда он сумел только стикера поймать. Потому что следующими двумя он полностью реабилитировался. И сейчас Хезу делает игру для своей команды. Ну, наверное, в большей степени, нежели даже ПЛ. Ну, команда Винден Рейн немножечко косятичет со своей позиционкой. Они почему-то просто встают, на самом деле, под РП Магнус. Не сказать, что Магнус как-то феноменально прям врывается. Да, Хезу дает очень неплохие РП. Тем не менее, ну, в Винден Рейн нельзя так кучковаться. Они реально подставляются. И с этим надо что-то делать. Надо обратить внимание на свою позиционку в Винден Рейн. Возможно, просто еще недостаточно сыгрались. И поэтому самым малосколько такой вот тимплей отсутствует. Но, сори, это квалификации на The International. Не знаю, как давно играют. Есть ли такая информация. Если есть, то было бы неплохо о ней услышать. Я думаю, что в Твиттере эти парни у себя в пичах. Так, снова атака от Блинк Пул. Там находят, по-моему, Вич Доктора. Вич Доктора бьют параллельно там ниже. Но также находят Милана. Это сразу минус два. От Блинк Пулу можно продолжать. Если не искать героев, то хотя бы строение сносить. А то и на Хай Граунд заходить. Почему бы и нет? 9 тысяч ведут. Рошан относительно не скоро. А на карте-то больше заниматься нечем. Можно, конечно, за Т2 сходить наверх. Развели на Байбек. Хоть и Вич Доктора, но тоже заставили потратить деньги. Мадара собирает себе иллюзии с Допеля. На 20 уровня какой вкачал талант. Интересно. Пока пробивают Тир-3 Тавар. И взял он себе правую ветку. Можно довести, если это возможно. Пока есть еще и Раптура по Мадаре. Нужно отстаться отсюда уйти хоть каким-то образом. Очень сильно прожгли всех героев команды Блинк Пул. Стикер уже бегает довольно пустра. Будет ли нападение от Виндендрей на развороте. Касточки разлетались неплохо. БКБ прижимает Брайл. Брайл идет до конца. Брайл гонится за Мадаре. Есть Бектор Даггер по Мадаре. Мадару нужно законтестить по-быстрому. Есть также еще и прокаст. Отличный же и от Скаймерс Мага. В это время ультимейт от Кейсера. Получается Скаймага разменять Тав от Тумлайнсера. Кезу отсюда просто убегает. РПшка была провалена только лишь по одному персонажу. Минус 3 в исполнении команды Виндендрейн. Забирают вард. Кейсер уже в это время на верхней линии оказывается. И пытается отпушивать. Я, конечно, немного не соглашусь с тобой в том, что РП был ужасен. РП было для того, чтобы Магнус выжил. Это не с целью атаки было использовано. Тем не менее, он ушел. Это правильно. Еще бы Магнуса потеряли. Да нет, конечно. Магнус еще пригодится обязательно в защите. Если слишком далеко соперники пойдут сейчас. Но самое главное, что это произошло до Рошана. Безусловно, Виндендрейн этот файт пошел на пользу. Они комбэкнули сразу 3 тысячи. Тем не менее, преимущество по-прежнему у их соперников. И, как мы видим, если позиционку Блингпул держат не так, как раньше, если они не нападают первыми, то тогда у соперника есть шансы. Вот этими шансами и воспользовались Виндендрейн, как только такая возможность предоставилась. Ну, еще раз повторю. Если Виндендрейн действительно использует ультимальные спектры, если они нападают реально с этого всего, то Блингпул просто нереально выигрывает файт. Там сбивается Блинг, Магнусу, Блоксикер очень сильно ускоряется. Так, пока что Милом прослепил Никса Ассина, но тот, что нажимая пилду, все же закантрил. Самую малость прокаст от Скаймага. В это время уже имеется 15 уровень у этого Скайя. И, кстати, по золоту он тоже довольно неплохо выглядит. 6-700 у него в это время 6 тысяч у Верки, хотя Верка стояла свою линию очень-очень хорошо. Ну, вот ждем Рошана в таком случае. Должен успеть Мизери появиться. Снова ненужная смерть. Я не заметил, чтобы он какой-то вард там поставил. Он просто бегал на разведку, его поймали и приняли. За это, конечно, дальше Рошан будет, пожалуй, ключевым таким моментом, потому что Айки Сыр на условном фантом-ланцере – это невероятно сильно. Есть у него уже Монта Стайл, есть у него Тараско уже давно. И вот в последнем файте, очень грамотно, кстати, делали Винден Дрейн. Я смотрел, как Мадара пытается просто скрыться из-под какого-либо урона, для того, чтобы отойти, похилиться на Афул и вернуться. Но это не давали ему делать. Ну, он был под Раптурой от Влад Сикры. Нет, там не Раптура была, там что-то другое, по-моему, было. Не-не-не-не-не, когда он заходил на хейграунд, он был под Раптурой, ему приходилось отбегать, возможно, ты этого не увидел, потому что у него Тараско, он умирает довольно-таки медленно. Но Раптуру действительно нужно кидать в Мадару. Если кидается Раптурой, если инициирует команда Винден Дрейн, то Файет просто невозможно проиграть с другой стороны. А если инициирует Брилан, то тоже очень сложно команде Винден Дрейн. Забирают Милана. Здесь игра в макро. Игра в макро по микроисполнению обе команды весьма хороши. Тем не менее, позиционка очень сильно решается. Да причем позиционка, в первую очередь, для Блинкпул решает. У их соперников нет никаких скиллов, завязанных на этом. Сикер просто на кого-то бросает свой ультимейт, остальные побежали вперед, а спектр сейдхаус прожа в хаунд. На этом как бы все их макро заканчивается с точки зрения замеса. У Блинкпул тут гораздо все тоньше, как же здорово, через иллюзию. Но продолжения не будет, страшновато. Да и Никс далеко. Лучше Скайя, конечно, нет. Ну, Скайя нет, безусловно, но лучше, наверное, просто издалека пооткидываться. У них есть пугна. И мы знаем, что Рошан будет скоро. И команда тоже прекрасно понимает, что где-то через минуту-полторы максимум Рошан появится. А то и прямо сейчас. И нужно уже в его сторону поглядывать, что сейчас Блинкпулы делают. Они отступают и всеми силами уже бегут наверх. То же самое будут делать и их соперники. Мы видим, как перемещаются иконки по карте. И они также бегут туда. Ну, значит, нас ждет какая-то заруба в ближайшее время. Смоук от Wind & Rain. Имеется Хаунд. Имеется, конечно, еще и Раптура от Сикера. Сейчас вот лучшая цель, которую можно найти, это Фантом Лазер. Если получится дать по нему Раптуру, можно считать, что у Блинкпул просто уже... Ну, действительно, у них будут начинаться огромные проблемы. Фарив ставится в вард на хэгграунде. Видят кейсера. Белла тоже заметили или нет? Кейсера было бы здорово подловить. Раптура по кейсеру. Сразу же ультимейт. От Сик 3. Используется проказ по Саксе от Скаймага. Убивают Саксу. Уже драка 4 в 5. Даже 3 в 5. Минус 2. Просто моментально. Гоинцы дальше. Начинают пробивать Мадару. Мадару. А пока и выйдет все на топеле. Брайл. Использует ультимейт. Иллюзии разлетаются. Кьезу подходит сюда же. У Кьезу есть еще РПшка. РП пытался сейчас провязывать, но все же отменил. Отменил. Хорошо, молодец. А вот сейчас все здорово сделал. И Мадаро пошел бить под Эмпауэром Ритцу. Блэйд Мэйл пытается сожить. И Сикер пришел. Мадаро 1 в 2 просто сражается. Но его даже так не получается забрать. А вот он, мне кажется, раскайтит товарища Ритцу. Скорее всего... Да, так и есть. Это 4 в 3, если не ошибаюсь. С учетом байбека Пугны. Но это в любом случае выигрышная драка для Блинк Пул. Да, так получилось. 4 в 3. Даже несмотря на то, что немного денег они заработали поменьше. Самое главное, что теперь путь к Рошану открыт. И будет у них и Аегис, и Сыр. И несчастный байбек на Пугне. Это, конечно, не так выгодно, чем эти два дропа. Ну, команда Винден Рейн отлично заинициировала. Тем не менее, все же Мадаро по быстрому убить не получилось. Раптора была проюзана на Пугну. Ну, и потом, в самом конце, я, честно говоря, не понял, почему Бластик не стал гнаться за Мадаро и не стал ее отбивать. Потому что, ну, реально, можно было его там добить. И, возможно, даже Ирису бы после этого выживал. Но побоялись Минден Рейн. Такое ощущение, что реально Сикер убежал зря. Ну, возможно, я просто чего-то не увидел. И игрок-то лучше 100% понимает, чем я, да, что ему нужно делать. Как ты раньше отметил правильно, Магнусу действительно сложно выбирать позиционку. Теперь, когда, ну, Хаунд плюс Радианс, ты априори не можешь нормально начать, если начинает вражеская команда. То есть сколько он выжидал. Кезу действительно ждал очень долго. Там, наверное, секунд 15 прошло. Пока Спектраль тонуло. Пока он отошел. Пока про него вообще все забыли. Пока он вернулся. Пока он использовал Скьюер и потом только прожал РП. Тем не менее, он выждал. Он очень хладнокровно сыграл. И это дало свои плоды. Все мы видим, что теперь имеют блингпул. И дальше они могут немного, наверное, подрасслабиться и потихонечку уже думать о хайграунде. Пугна по-прежнему есть в наличии. А значит, вышки априори будут падать быстро. Да. Ну, команда Wind & Rain в любом случае выбила байбэк у Пугны за предыдущий файт. Это не стоит забывать. Поэтому можно будет, если вдруг там сейчас что-то совсем радикально случится и преимущество в ПМС у команды Wind & Rain пытаться зайти на хайграунд после этого. Но это прям совсем такое уже чисто гипотетическое. Такого наверняка не произойдет, потому что 10 тысяч преимущества за блингпул. И пока, извиняюсь, они это преимущество только лишь увеличивают. Так, вот Милан в Визе использует свой проказ на Саксу. Но Саксу пока еще немножко пожил. Все уже успел прожать свой путь. Проблемы могут быть у Скаймага. Скаймаг отправляется в Саверну. Отличная инициация от команды Блингпул. Кезу. Пока РПшка у него в калдауне. И Кезу пытается оттуда уйти на ЛОХП. Все же флорив добивает. Мизери под карабасами. Его бить не хочется. Используется бладрайт. Есть также еще и подстан. Непонятно по кому. От лишь рака иллюзии, видимо, собирались добивать. Но минус 2 в исполнении Вина Дрейн. И пока Егис безусловно не выбили, но к этому близко. Матара вместе с Кейсером и Мизери все же не отходят. Они не боятся. Это просто коллектив оппонента. Но действительно тут нечего бояться. Без ультимейта Спектры драться сложновато. Выигрываю по золоту в Виндотрейд за эту драку около 2000. Я не заметил, куда Магнус РП свое использовал. А он его использовал точно? Потому что кулдаун был, я не думаю, что это с прошлой драки до сих пор. И файтерикап нам это показало. Такое ощущение, что у одного героя и воспользовательная мага. Но это прям очень-очень странный мух. Значит зря. Хорошо, что мы этого не видели и не пришлось как-то обвинять в этом Кезу, в этой ситуации. Потому что до этого он ошибся. Ну не то чтобы ошибся, сыграл просто не так, как играл после того. Один раз всего лишь. То есть одна была неудачная ситуация. Прям такая сильно неудачная. Сейчас возможно была вторая. Мы ее немного пропустили. 10 тысяч перевес Блингпул по-прежнему. Ничего критичного для них не произошло. И до сих пор они могут здесь эту карту выигрывать. И дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж на верхней руне. ПЛ его подбирает. И может быть теперь что-то придумает Блингпул с точки зрения атаки. У них Магнус появится через 7 секунд. Поэтому появится тоже довольно скоро. Нужно начать первыми. У них не получается в последнее время начинать первыми. Потому что Хаунд сейчас используется такое чувство, что в любой ситуации, когда Блингпул просто с карты скрываются. То есть в каждую секунду ты ждешь этого безумного Магнуса, его ультимейт. И боишься этого. И конечно Спектра это дело таким образом может пресечь всегда. Ну пока грамотная игра действительно против Магнуса. Старается сбивать Блинг. И Вич Доктор это делал. И тот же самый Лишрак, если вдруг что, может пытаться своими скалами по нему откидываться. Но пока готовятся заходы на хигграунд. Команда Блингпул Мадара. Дабл дэмэдж заканчивается. Это не очень здорово, что ДД отсутствует у него. Но в любом случае есть Аегис. А значит можно идти вперед. Нужно идти вперед. И просто так же его разменивать ни на что. Мадара. Пробивает уже Тир-3. Мадара очень мало дэмэджа наносит по строениям. Китрак откидывается своими касками. Каски в итоге выйдут еще и Допльгангером. Ну не хочется раздаться с Мадарой. Мадара все и выйдет абсолютно всеми станами. В итоге не попадают. Винтендрейн отлично открывает Мадара. Боже, он все. Что, попадите по нему хоть чем-нибудь. Пожалуйста. Берет правый талант на 25 уровне. А что там? И вот так просто все делает Мадара. Ну поэтому и доджет он все. И пошел просто на вторую сторону. Без боя забирает и первую. Возможно даже вторую. Нужно миличный барак будет сразу же бить. Аегис я понимаю, что есть. Но может быть подеремся, попробуем что-то придумать. Иначе так и игру можно проиграть на ровном месте. Винтендрейн. Пора включаться. Ну вот сейчас ПЛ под Сайленсом. Что ж, окей, использует у него рода Фатос. Но дальше даже нет смысла у него полезно. Без тикфлэр накидывать, потому что слишком много демажа в это время. Есть еще и огромное количество демажа по Брайлу. Брайл отправляется в Таверну. У него есть Бластон, насколько я понял. И Бластон сейчас сбил немножко зарядов. Есть РПшка по Фореву. Форев такими тэпами умирает без БКП. И 90 секунд в Таверне должен был следить. Тем не менее, Байбекетс понимает прекрасно, что здесь нужно пытаться дефить. Пытаться-то, да, нужно. Но как-то попытки эти последовали и были они неудачными. Это минус две стороны. Ничего не потеряли абсолютно Блингпул. Кроме реверсполярити. Это не так страшно. А Егис даже не выбили. Егис, правда, заканчивается. Такса. Случила тост. Матара врывается. Очень неплохо. Скаймага будут забирать Ритсу. Пока под плейдмейлом. Ритсу бегает рядом. Не знает, что делать. Видит, как горят его бараки. И только лишь стоит на месте. Как же неприятно без действия. Тем более, отсутствие возможности подействовать для Ритсу. Ну и что? Абсолютно. Я прям вообще не люблю, когда подобные моменты происходят. Когда команда, ничего не делая, проигрывает игру. А потому что соперник еще круче. С Кезу все-таки очень неплохо сейчас постались под закрытие. Ребята из команды Винна Дрейн. Так. Спектра. Спектра. Пытается жить. Пытается сжечь. Но будут проблемы. Это минус классикер. Без байбэка. Такое ощущение, что сейчас здесь все закончится от команды Блингпул. Похоже на то. Потому что ломают они последнюю сторону. И абсолютно нечем защищаться. Там крипы поджимают уже со обзинной линией. Пытается хоть каким-то образом противопоставить что-то фантом лансеру. Но пока могут, конечно, еще попытаться под эффектами крипов. Но шансов мало. Очень мало шансов. Проблемы в том, что еще и Брайл осыпляет. Брайл отправляет со Саверну. Тоже без байбэка. Отдаются по одному в Винден Дрейн. И мне реально жалко Ридсу в этой ситуации. Потому что он живой. Но все еще реально ничего противопоставить. Оппонентам не пропадает. А вот об этом самом начале говорилось, что одной спектры не хватит. Это раз. И вот эти три мага, против которых два контрпика пошло. Это Пугна и Никс. Каждый из них хорошо работает и против двух саппортов, и против Лешрака в том числе. И этот вард, который постоянно... Посмотри, про что этот вард делает. Просто посмотри. Ну это уже под фонтаном. Да в любом случае. Это и на протяжении всех файтов происходило. Ну и я, пожалуй, отмечу, ну помимо, конечно, потом лансера, товарища Кезу, который выдал потрясающую игру. Ну, близкую к идеальной, близкую к идеальной на Магнуса, так скажем. Действительно, было очень и очень интересно посмотреть за первой картой. Ждем такого же накала страстей. И на второй, в принципе, я бы сказал, что... Ну вот, если бы пытаться хоть как-то выдавать Раптуру по Фантум Лансеру, то, возможно, команда бы и смогла победить Радиант. Но мы понимаем прекрасно, что Блинкенпул держали хорошую позиционку. Они не подставлялись. Каждая инициация коллектива Винден Рейн была успешной. До файта под базой у коллектива Блинкенпул. Там у них просто, ну реально, ну не хватило кнопок. Чисто физически. То есть реально... Да были еще там драки, пара РП по трем целям. То есть Пугнамбай байкнулась. Пугнамбай байкнулась. И она продолжила жать свои кнопки. Она сразу же поражала ультимейт, поражала бласт. И всех разрубила, куча демо же нанесла. Ну, думаю, что студоаналитики нам расскажут о том, что в этой игре произошло более подробно. Вам слово, Иван. Ну вот и закончилась первая карта второго полуфинала верхней сетки европейского дивизиона. Блинкпул против команды Винден Рейн. И все-таки Блинкпул побеждают. Хотя в какой-то момент мне даже показалось, что могут перевернуть Винден Рейн и захватить преимущество. К нам присоединяется Алоха, к нам присоединяется Смайл, студиоаналитики, мы сейчас будем в данном составе обсуждать. Привет, Ванек. Привет, Санек. Здравствуйте. Здравствуйте, Серега. Привет, Иллю. В общем, первая карта-то, она показалась мне сначала супер медленной. Как-то вот я не чувствовал темпа. Такое ощущение, что Винден Рейн хотели спектру расформить, что-то не торопились. Но потом Блинкпул включились и закончили игру. Вот расскажите мне про этот матч, Саш. Как тебе? Полный аутпик. Блинкпул пик настолько сильнее, настолько лучше. Они должны были за 25 минут игру закончить. Но они начали, видишь, как плохо. А почему? А почему? Потому что слабее. Объективно, команда слабее. Блинкпул. Если бы играли равные коллективы, то это бы 20-25 минут, потому что тут тотальный аутпик. Очень много тонких магов, а там пугный нюкс. Причем нельзя так брать. И здесь есть жадная спектра, жадный сикер. Это одноплановые герои. То, что оба впитывают дамаг, а у врагов Магнус. Ну, Магнус раскликался. После 30 минуты очень хороший РП давал. Это гаджа, что сказать. Я не узнаю Мадару. Вот реально в этом замесе прыгает Кизу. А он все отборы так играет. Дает РП по троим. И Мадару вместо того... Где тот грек сумасшедший, который просто психом был над финном? Вообще он отыграл 15-6-11 вроде киллов своих надел. Можно было лучше. Можно было лучше. Всегда можно лучше. Нету никогда максимума. Нет предела совершенства. Нету предела совершенства. Я вчера игру комментировал. Он на Вивере играл. Тоже это был просто кошмар. Здесь он хотя бы выиграл. Хотя и там он выиграл. Но он не раскрывает полный потенциал своего персонажа. И раньше он был намного сильнее. Что случилось? Непонятно. Может быть он все еще на английском плохо разговаривает? Дело в этом. Но все еще хочешь на греческом поговорить с тиммейтами, а не получается? Может быть. Но три года все-таки играют только с греками в команде. Не, ну вообще судя по драфту. Если Пл покупает Тараско и Егис и просто идет на хайграунд, ну что и произошло? Ему просто два раза его физически убить не могут. То есть когда такой герой, да, даже если она там при хайграунд дефе может там поставиться первой, байбэкнуться, нажать ульт, ну как это иногда и происходит. Тем более учитывая новую механику байбэка, когда ему это деньги не режет, то можешь комбэкать файты. Это тут, когда Пл с Тараско идет. Тем более он, хотя молодец, что взял талант на 25-м, на кулдаун допплгангера, да, и он просто покрит дожил все нюки. И то есть легко пушил, и никто ничего сделать не мог. А именно по поводу драфта не особо согласен, то что Блудсикер похож на Спик Тру, потому что все-таки есть для него благоприятный матчап, и там какие-то герои, да, которых он очень сильно контрит, то он может разогнаться и там купить Блэдмейл и БКБ, и сам очень сильно всех убивать. Но в этой игре такой драфт, что не очень легко, да, там сноуболить, и линия у него была там не самая легкая, то есть... Ну и, кстати, Хизу, молодец в этой игре, да, тоже неплохо играл. Батя прямо на Магнусе. Вообще я не очень люблю этого игрока, мне кажется, он такой слабенький, но в этой игре он дал неплохие РП, так что... Пуппе я так же говорил. Красавец. Ну да, видимо, да. Да нет, на самом деле, да, драфт реально. Два героя, как Саша сказал, Пугна и Никс, просто закрывают этих трех суппортов, Skyrim Match за Вичдоктора, ну и для Шрака, который роль Керри исполнял. Плюс есть Магнус, который может закрыть одного из коров, просто юзайш РП, и у Лансера фокусит. В принципе, драка выиграна. Да, вначале попытались у нас Винден Рейн как-то засноуболить, у них это неплохо получалось, они там по счету вели мощно, постоянно убивали персонажей, но они двигались все вместе. Двигались большим количеством героев на какие-то лайны, и Блинк и Пулы хорошо сплитпушили, из-за этого нетворсы оставались всегда где-то ровненько. Да, там тысячу Винден Рейн вели, там может быть две тысячи, но это потолок был. Из-за этого как раз Блинк и Пулы отжирались спокойно. Потом дальше именно в замесах 5 на 5 у тебя три персонажа против варда пугные драться вообще не могут. Ты нажимаешь на Skyrim, ты просто кнопки сжать не можешь, на Лешаке ты тоже кнопки сжать не можешь, тебе нужно ждать БКБ, и как раз из-за этого Винден Рейн у нас остановились. Они пытались дождаться этих Блэкин Баров, чтобы этот вард пугный не работал, чтобы ты хоть как-то мог драться. Вот тогда там Лешак уже выходил, но все равно тут уже ребята из Блинк и Пулы чуть отожжались, появились эти и Худы на Лансерах, и Диффуза, и потом уже в Тараску начал выходить, и БКБ на пугне появилось, и они спокойно могли как раз выдерживать натиск Винден Рейн. Но все равно у нас получилось, вот смотрите, целых практически 70 фрагов за 44 минуты. Долгий матч, но как нам приходили вчера ребята из Flight to Moon, они же Винстрайк и говорили о том, что отчасти замедляет многие игры именно Магнус, который в почете в Европе, слишком долго разгоняется персонаж, и им это не нравится, слишком нетемповый, но мы видим, что у нас вообще в Европе крайне популярно спектра. Все по-разному играют, видишь, как раньше патчи были, когда была доминация OG на всех мажорах, команды быстро заканчивали тоже матчи, но OG как раз они выходили в тот лейт, они вначале очень сильно проседали, но за счет своих командных взаимодействий, за счет крутой макроигры и персонажей, которых они пикали, они именно в лейт-те делали эту доминацию, хотя патчи тогда были очень быстрые, там тоже 25-30 минут игры заканчивались. Илья, вот ты как игрок на кире во многих коллективах, какие герои для тебя наиболее комфортны, каких героев ты наиболее комфортными считаешь в текущей мите, в текущих патчах? Мне кажется, это на самом деле многое зависит от команды самой, но вообще вот говорите, что спектра популярна в Европе, на самом деле это неудивительно, потому что я играл сам на спектре немного в этом патче, и против меня играли, этот герой на самом деле крайне силен, потому что действительно то, что его там как-то подавливают на линии, но все равно его там перебафили, у него там появились крутые таланты, тот же самый кулдаун с даггера на 15, то есть у него там даггер 5 секунд кулдауна, он может вообще там как угодно. Минус 10 мы сделали, там минус 8 было, его потом еще в этом патче апнули, еще там 2 секунды, там 7 или 6 секунд кулдаун даггера, то есть и там еще появился такой билд прикольный, ему там собирают там Бладмила Радик или Радик, а потом докупают Худ, то есть это такой появился такой аналог Фантом Лайнсера, который после диффузов Худ покупает, очень сильно танкует, не знаю, с этой тем он только сильнее становится. То есть он такой странный герой, это многое зависит от команды, которая любит ли она сноуболить, то есть мне кажется, все-таки Тир-1 команды, они придерживаются больше той стратегии, когда они хотят брать героев на флекс, то есть ты взял там персонажей и подразумеваешь так, вот допустим, как виртуз-про берут Баншу, но она часто у них керри, потому что они закрывают там мидера, который может игру соло выиграть, то есть команды должны примерно так и драфтить, чтобы до конца не пылить свои лайны. А слушай, у нас тут очень много спектр, которые появляются в пуле, они идут не через Радиенс, а покупают себе Манта Стайл, покупают себе Диффуза, Скади, вот ты приемлешь такой билд сейчас? Нет, это такой билд Бэтмара, когда появился. А Бэтмар сейчас опять начал апать себе рейтинг, но он на спектре только и катается. Неудивительно, на самом деле тогда еще это был билд более актуален, потому что на тот момент Диффуза еще буржили, насколько я помню. Сейчас уже немножко менее актуально, но я все равно на самом деле, мне кажется, это в любом случае хороший билд. Я сам не тестил, но учитывая то, что подняли Манту по отношению к США и самому по себе, то есть понизили стоимость, чуть немножко подняли ИТМ, ну и сама по себе спектр стала именно более такой танковой, да, и поэтому, наверное, ее так и билдил, чтобы не же там радианс какой-то, да, там уже может какую-то урну, там Яшу, Диффуз, и уже может там что-то делать. То есть такой билд все равно хороший, то есть мне нравится. Это от скорости игры еще зависит на самом деле и противника, и твоей, потому что если твоя команда очень сильно доминирует, ты можешь как раз этот билд купить, потому что все дешево, и как раз с командой постоянно прилетать, и потом уже после вот этого, после Диффузов там и какого-нибудь там худо, ну еще чего-нибудь там собрать, да, на жирность, можешь радианс потом там третьим, четвертым слотом делать, необязательно его прям сразу рашить. Вот, и также абсолютно, если команда противника доминирует, ну, тебе просто-то будешь худым, зачем тебе это делать, и фармить там радик, и так далее, дурно уйти через Диффуза те же самые, просто постоянно в драках участвовать, постоянно как раз танковать. Вообще, как вы считаете, вот на Интернешнл, у нас сильно в европейский дивизион выделяется OG, то есть они играют намного быстрее, чем другие команды, все остальные коллективы любят как раз через спектру, через Магнуса там что-то попробовать, что-то поиграть. Вот такой стиль игры, он будет иметь успех, по вашим ощущениям, или на Интернешнл будет складываться такая ситуация, что все-таки приехали мировые топы, и за такое будут наказывать ответным темпом, ликантропами стасить базы, просто за 15-20 минут уничтожать все вышки. На Инт, как всегда это происходило вообще на Интернешнлах, первые игры, эта команда будет присматриваться друг к другу, потому что ты сейчас команду не увидишь, не увидишь два месяца. Вот они приедут, присмотрятся, кто-то покажет каких-то персонажей, и там, наверное, после первых дней групповой этапа сформулируется какая-то определенная мета. все как раз и всех стратегий команд, которые были привезены, выделится самый мощный герой, они намиксуются, и вот этот мета будет. Поэтому, ну, это всегда так происходило. Всю жизнь. что это будет, потому что ставки слишком высоки, и играть в лейт некоторые команды будут, особенно если они заведомо слабее оппонента, как-то игру затянуть. Ну, вот сейчас популярно Магнус и Эмбер Спектра, сильная связка. Ты просто терпишь, затягиваешь игру, и в лейте выиграешь. Это реально работает. Хотя Антимаг может появиться так же спокойно. Может и заехать. На то он инт. Мне кажется, Антимаг именно, Спектра будет именно преобладать, потому что она будет такой именно заменой Антимагу, потому что она более перебафана. А Антимаг будет заходить только если прям драфт будет позволять. Допустим, там, одного героя, думаю, не будет достаточно. Если, допустим, будет в драфте там Зевс Лишрак, то, или там Зевс Пугна, или там Лишрак Пугна, то есть, тогда уже можно смело брать Антимага. Вот. А так именно Спектра будет преобладать, но, мне кажется, больше к финалу, больше к плей-оффу. То есть, именно групповой стадии они так еще будут там баловаться немножко, как-то играть. А вот именно, когда уже такие серьезные матчи, тогда уже, мне кажется, на Спектру более обратят внимание, потому что это такой именно надежный лейт, под которого будут играть. Интересно, сколько команд, которые вот сейчас в течение сезона играют быстро, играют за 20 минут, испугаются на Интернешнале, поменяют свои стратегии и будут тоже пытаться играть на Верочку. Плохая идея. Не, но все-таки тир-один команды, которые быстро играют, те же самые Виртуз Прой, вот OG пытаются, да, то, что ты спросил насчет, правильно ли это по поводу OG, мне кажется, правильно, но они именно еще, они движутся в правильное направление, но, видимо, потому что еще недолго играют вместе или что-то такое, то есть, они еще не идеально у них оточены на это. Если какие-то Виртуз Прой именно больше знают, Миротайминг какие-то, то OG еще, фидил, хотя там был дикий оверфарм, и там они чуть игру не закинули, Миротайминг 70 играли, то есть, мы с Майл Шторомом смотрели. То есть, у них еще есть ошибки, да, они это выигрывают, но больше потому, что команды менее, ну, хорошо играют, да, а если просто против хорошего коллектива, как бы, ну, они движутся в правильное направление, по мировому стилю игры, да, но все еще допускают ошибки. Можно пример перевести, как раз, мы сидели на одной из аналитик, там, пару дней назад, и, когда шли у нас СНГ квалификации, мы разбирали как раз эти матчи финала между Flight to Moon и командой Испада, вот, и говорили по поводу Испады, то, что они на протяжении всего чемпионата играли в свою доту, своим плейстайлом, да, которые, с которым они побеждали все команды, и вот в финальном, как раз, Best of 5 противостоянии против Flight to Moon они начали менять этот плейстайл, начали подстраиваться под своего соперника, и у них игра вообще перестала идти. Да, это была ошибка. Это очень редко срабатывает, когда ты пытаешься так подстроиться, по ходу турнира меня все свои стратегии. Ты перестаешь играть в свою доту, которую ты подготовил именно к этому чемпионату и которая работала. Это самая распространенная ошибка новичков, что они волнуются, перестают верить в себя, в свои страты, и начинают играть чем-то новым. Ну, все так ошибались. Посматривают на соперников посильнее, видят, что их стратегии когда они выигрывают. Именно так. Просто еще, именно большая ошибка в этом, ты когда, допустим, команда берет определенных героев и стратегию, то есть они знают, что есть там один-два героя, три, которые очень хорошо работают против конкретных героев и, ну, то есть они, грубо говоря, могут тебе все заруинить. А ты, видя героев, ты еще можешь, но этого не понимать. Вот, допустим, у нас примерно было то же самое там на Инте, кажется, мы там, допустим, вот, видели, играем с антимагом. Мы такие, ну все, мужики, тоже давайте воровать у них антимага. Мы там воруем, а потом нас там берут Баратрума, ну, тогда еще не было там такой, да, то, что там Баратрум прям сильный контейнер антимага. К нам пришел постборатрум и там Айрата бил, и мы такие, блин, мужики, что делать? То есть недосконально знают все такие дырки, да, которые могут закрывать твоих персонажей, когда ты воруешь. Ну, как это часто бывает, мы можем и по документальному фильму финала киевского мейджора это понять, и Ярослав у нас тоже как опытный драфтер приходит, что ты, когда начинаешь драфтить, порой ты просто заигрываешься со своим противником, потому что ты хочешь его законтрить, он хочет тебя законтрить, смотришь полностью на свой пик и понимаешь, что при этом твои герои никак не сочетаются там с друг с другом, что делать? Но зато мы украли половину сигнатурок у противника, половину там перепикали. Это как быстро шахматы играть, на самом деле. Медленный шахмат, если бы тебе больше времени давали на раздумья, у тебя ход был бы бесконечный, ты бы, понятное дело, проанализировал каждого персонажа и сделал бы все идеально. Но когда у тебя есть время, когда у тебя есть таймер, и тебе нужно принимать решение, это очень сложно. Даже пятером это делать сложно. В первой дате не было времени на пики. Пикали по два часа на турнирах. Ну, вон, мы вчера как раз вспоминали эту ситуацию, то, что был Asus, по-моему, какой-то, и у нас был перерыв в два часа. У нас была команда как раз Virtus.pro против APLZ, это там 2007-2008 год. И как раз из того, что кайт затянулся, нам дали судьи разрешение на драфт. Мы драфтили два часа. И все равно проиграли пик. И все равно проиграли пик. И все равно нас лост обыграл. Бывает. Лост ходил над одним персонажем на ласт пиком, думал час. И потом сказал, ребята, это бессмастер. С Димоном лучше не шутить. С Димоном вообще шутки плохи. Я бы посмотрел. Ну, не один турнир, конечно, но пару матчей я бы хотел сейчас посмотреть с неограниченным временем на драфт. Насколько бы... Вот, и я бы понял, я думаю, после этого, насколько дольше бы команда стала думать. Мне почему-то кажется, что условный там Liquid кардинально дольше бы думать не стали. То есть вот, типа, они знают, что они хотят от этой игры. И им условного бонус тайма там достаточно. А вот какая-то команда, которая может быть не совсем уверена в себе, она там уже призадумается. Поэтому тут такое. У нас начинаются драфты второй карты. Давайте наблюдать. Что здесь мы видим? Чен. Китрак очень круто на этом Чене двигается. Вот он вообще, в принципе, по карте очень хорошо двигается на своих там суппортах пятых позиций. Но именно Чен у него реально прям мощный. Чен недооценен у нас в Европе пока. Мне кажется, сейчас блинку возьмет Платму плюс один, потому что Платма это неплохой герой против Чена, в принципе. из-за Орол. И эти люди, кажется, ну, учитывая, что Платма в мете, они вроде играют на них все. Кто у нас вчера играл таким интересным? А, в Америке играли у нас. Руминг Платма была против Чена. У нас прям Мирана была и ВР-ка. И они стали двумя суппортами. Потому что этих суппортов ты реально не убьешь. У тебя и ВР-ка спокойно убегает от Чена, у тебя и Мирана, и Липа, да. И Липа, во-первых. И во-вторых, стрела, который может крипа убивать. Ты не суппортов забрать не можешь. Эти суппорты еще помогают корам на линии. Это неплохо. А пока это Бесмастер Мирана. Они именно еще своровали именно Бесмастер, потому что Бесчен это вообще сильная стегия, как уже нам показывали в ФТМ, когда они задавили команду из Пара за минут 15 буквально с ремпэджи на 8-м этом минуте, да, кажется? Ну и сами взяли себе сильного персонажа. Вау Ванон еще когда сюда заходил, тоже говорил, не понимает, почему Бесмастер не банится в первую или редко пикается, потому что персонаж крайне сильный на самом деле. Не все на нем умеют исполнять сложный герой. Там еще именно зависит от стратегии, то есть если там ВП, допустим, играют, там Север Паша берет файзы, медальку там примерно в половине матча Север делает синглфракт на 6-й минуте, потому что никто там не ожидает, что топоры под медалькой заедут на 400 урона, там, да. Бесмастер, он... Марфор она открыт. Из того, что Бесмастера в бан очень часто отправляют, как раз таки вот Магнус, это, ну, как по мне, плюс-минус альтернатива это Бесмастеру. Тоже есть хороший баф, да, ну, у Бесмастера пассивка у Магнуса импауэр, есть ультимейт, у Магнуса он вообще уешенный, по блокинбару, есть нюк хороший, да, у Бесмастера физический, у Магнуса магический, но все равно они, ну, как плюс-минус похоже. Не, ну, если бис, это больше такая, у тебя сильнее лайн, ты именно больше на скорость играешь, у тебя есть там потенциальная медаль Коврошана и такой, ну, лоу-кулдаун пиков относительно Магнуса РП, да, то у Магнуса именно больше такой на лейт, да, он там именно бафает, чтобы пофармить, РП там тоже как-то на плейстайл, да, рассчитывая точно. На герои похоже. Ну, так, чуть-чуть. Самую малость. Скиллы у них похожи, да, но не для разных вещей придуманы. Не, ну, и пометное дело. Бис, чтобы давить, Магнус наоборот, чтобы на развороте душить. А Морф зачем на второй пик? Ну, второй пик вот это зря. Ну, мне кажется, они именно такое думают, ну, наш Морф выиграет, поэтому пикнем. Я говорю, я уже не фанат Морфа после последнего фикса. То есть, моё имха то, что главный буст Морфа был его ультимейте. То есть, ты переключаешь ультимейт, тебе вас поддают все дебафы, и в этом, там, допустим, снял рут, там, снял этот висал, который тебя участили на контрит, там, снимаешь все подряд. А тут один раз только можно сделать. Да, то есть, плюс-минус актуален, там, против Гирокоптера, тире, тире, найкса. Когда ты, там, берешь рейш, у тебя там атак спид, рейш, ты пошел на вагу. Какой у тебя умни-найт еще, вдобавок? Ну, умни-найт нормально тоже, но я бы не сказал, что прям круто. Ну, ты сам под репелом просто начаешь атаковать. Нет, но все равно, когда ты гулян, все-таки поинтереснее, когда у тебя еще дополнительный атак спид. Правда, правда. Ну, Ну, посмотрим. Морф линку может купить. Единственный плюс, против Биста. Ну, такое, так рано кэри открывать. Ну, под Чена так очень часто делают, потому что тебе Чен дает очень серьезный там баф на линии, вот, и когда у тебя хороший такой кэри, который можешь тоже убивать, которого трудно пробить, который, вот, если ему Чен помогает, какого-нибудь хорошего кэрипа находит, то линия начинает там проседать. Хотя, там, Мирана это та же самая противная. Может быть, Морф чувствует, вот он увидел против себя Бистмастера, и подумал, я чувствую, что с ультимейтом могу нормально там превратиться с Трилуки, где-то кинут. Кстати, по-моему, приятно становиться, на самом деле, вот релипа там становится. То есть, все хорошо. И, ну, они взяли Морфа, на самом деле, только потому, что понимают, что Чен сможет засекюрировать ему линию. То есть, Чен, это лучший помощник на лайне. Бэбиситтер хороший. Да. Кого под Бистмастера будут добирать? У нас ПЛ и Скоррассмейдж в бане, может быть, а, я думаю, они сейчас должны взять Вичдоктор. То есть, им сейчас нужна пятерка, полагаю, потому что у них сейчас есть хардер, и Патман, который флексится там в населении, не знаю, куда именно они ее ставят. Вичдоктор именно может, ну, он сейчас метовый герой, который может сикрировать лайн своим хилом, и очень хорош против Чена, как сам герой. То есть, есть там именно из пятерок там Бэйн, Варлок, Вичдоктор там, да, но лучше Вичдоктор, я думаю. То есть, ну, это очевидный драфт, то есть, тут никаких вариантов других и не было. То есть, сейчас точно нужна пятерка и герой, который хорош против Чена, то есть, тут по-другому ничего нельзя было пикнуть. Ты уже смотрел эту игру, да? Нет, просто предположил. Прочитал я. Прочитал я заранее. Чем будут отвечать у нас Виндон Рейн? Суппорт нужен. Хороший суппорт. Они еще тоже, должны взять, то есть, ну, если Чена, это скорее всего пятерка, дальше все пикают. Насчет Европы не уверен, но скорее всего это пятерка, значит, я должен взять или четверку, но скорее всего, которая флексится желательно, но не обязательно. Рубик есть в пуле, это раз. Во-вторых, есть, можно героя взять на подсейв, потому что, на самом деле, много физы у ребят из Блинкпула. Что-то, может, из серии даже Винтер Верна какая-то зайдет. Слушайте, снимают со счетом. Ну, это позже, надо смотреть, что будет. Сейчас. Фредбрейкер сначала. Я не ожидал, фредбрейкера. Ну, мне кажется, то есть, Абадон такой герой, который можно отбикнуть, только когда ты видишь, что, допустим, его там один герой сильно не загнобит, либо там, либо с ним можно что-то сделать. То есть, если ты просто откроешь там Абадона, да, и там тебя там зовут, не знаю, Тимбера, или какого-то героя, который тебя сильно просто выиграет, или ты там линию, куда стоять и смотришь, что герой просто выпадет из игры, и тебе будет сложно играть. почти невозможно. То есть, Абадон, хоть и хорошо заходит по игре, нужно всегда знать, что, то есть, тебе начало вновь не заруиниться из этого персонажа. То есть, его нужно грамотно пикнуть. Класс пик должен. Ну, быстрый левел нужен. Очень быстро, чтобы его не выгоняли с линии, чтобы он там не стоял первого уровня, образно. Вот, чтобы он быстро шестой достиг, тогда он не боится уже, и начинает высасывать очень много ресурсов из команды оппонента, чтобы его убить как раз. А еще лучше десятый, чтобы уже потом с экспой не было проблем никаких. Блин, он, 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 он был крутой пик. Очень сбалансированный. Все есть.